подъехали к аэропорту внуково встали рано собрали свои котомочки и вот идем через полтора часа самолет сочи конечно же дождик вроде бы перестал распогодилось это суббота субботний день субботнее утро сочи 825 у нас вылет заворачиваем сумочки мы идем регистрировать сами зарегистрировались идем регистрировать чемодан этот желтенький у нас три ручных клади и один чемодан и регистрацию прошли самолетики стоят через час посадка слава богу распогодилось куда мы зашли мы зашли эти три лет до выбираете ли парфюм мне нравится шанель они оба шанель но то этот горький как ты любишь а я люблю мягоньки да но мы сегодня и лариса я в черном поэтому нам вот эта стилистика вся конечно подходит а я сейчас подумаю купить или нет я взял конечно флакончик с собой но сейчас подумаю вот такой магазин путин тем есть в аэропорту сделано в россии с двух сторон запускают из хвоста и с головы ну что ребятки расселись с богом три с половиной часа лететь до сочи три с половиной а Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну, вообще у нас в планах еще и в Абхазию хотя бы на денек заехать. Продолжение следует... Ну, а там посмотрим... Может быть и Гагара навестим... Красиво украшен... Ух ты, собачуша, спит себе... Продолжение следует... 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 Здесь можно гостей положить, туалет, ванна, стиралка, все есть, и вот кухонка, и балкон, холодильник, телевизор. В балкон из кухни можно выйти, и можно из большой комнаты выйти. И есть крыша, на которой стоят шезлонги и целая площадка. Вот в этом доме соседнем я жил, вот этот, который повыше, и там как раз балкончик. Ну, там больше зелени, конечно, а в принципе картинка та же самая. Ну, сейчас я вам покажу, как это выглядит все на крыше. Там просто шикарно, можно вечеринку устраивать, и можно... Ой, вот там как здорово сидит женщина, и чай пьет, у нее стол накрыт. Прям как-то так, как в фильмах, как в кино. Вот она там сидит, чаевничает. Не видно, да, вам это? Или чуть-чуть видно? Обед у нее. А может, только проснулась, завтракает. И вот он, выход на крышу. Здесь целая площадка. Целая площадка, балкончики. Такие красивые, конечно, балкончики, когда они все в зелени. Ну, в этот раз так, ничего страшного. Все равно будем гулять, все это посмотрим. Вечером здесь подсветка, вот эти фонари горят. Смотрите, целая площадь. Можно прям гостей приглашать. Лежаки можно загорать. Там подушки внутри лежат. Можно принести, разложить. И все это разместить красиво. Хоть фотосессию устраивай. Понятно, что есть красивее. Места есть похуже. Все везде по-разному. Вот эти балкончики миленькие такие. Небольшие. Конечно, живешь в своем мире, привыкаешь к нему, а потом видишь что-то другое, что люди по-другому живут. И как-то что-то, конечно, в голове немножко шевелится, в мозгах-то. Что-то меняется. В голове. Вот они там лежат, мягкие подушки. На шезлонге. Сочи, суббота. Едем с вами на общественном транспорте. 36 рублей стоит билетик. Мы едем с вами на остановку Мари Мол. Именно там расположен Блашинный рынок в Сочи. Район хлебзавода. Как я понял, работает с 6 до 6 этот рынок. Но сейчас проверим, так ли это. Блашинный рынок. Вокзал. Прыжа. Нужно сказать, что городок, конечно, интересный. На каждом углу какие-то прилавочки что-то продают. Ягоды, фрукты и, по-моему, даже сыры. Так, вот, снова, да, ягоды лежат. Друж, кабачки. А, вот я вам выкладывал видео. Мы были на этом центральном рынке. С Александром Шалоновым как раз ходили. Он нас знакомил с городом и с рынком. Напомню, мы едем в Мари Мор. Мари Мол. Автобусы, кстати, маленькие такие. Не как в Москве. Как раз, да, меньше. Ну, видимо, чтобы было удобнее маневрировать. Потому что улочки-то тоже небольшие. Не проспектные. Людей очень много, так как сон отдыхающий. Красота, конечно, вокруг. Видите, какой водопад. Эх, машина перекрыла. Можно было, конечно, на такси. Но я почему-то решил дорогу эту познать. Как познают ее горожане и приезжие многие. Вернее, правильно сказать, да, горожане все-таки. Приезжие многие на машинах. Многие на такси. Деловухи-мухи. А мы как простые люди. Испытаем поездку на автобусе с вами. Не просто тут все. Нужно пройти через вот это. Вот он, Мари Мол. За спиной у меня. И я должен пройти через все эти автомобили. И где-то там я должен упереться в забор. Где и будет этот. Его называют социальный рынок. Ну, сейчас почитал комментарии. Ну, так. Не очень хорошие. Что и продавцы недоброжелательные. И рынок, и запах. В общем, совсем все никудышное. Ну, стоит заглянуть, чтобы понимать, да. Люди пишут, что самый, самый плохой рынок в России. Ребятки, вот видите, дорога. Вот оттуда я пришел. Дорога. Здесь, значит, набережная. И открыты ворота. И вот в этих воротах прямо все начинается. Вся история. Много вещей. Ну, давайте посмотрим, пройдем, что тут и как. Надеюсь, не погонят отсюда. Кто его знает, как прочитал, что не очень доброжелательный народ. Ну, время-то уже пятый час, по-моему, и они уже все собираются. Вот здесь вижу. А мне надо вот эту гудочку. Дайте вот эту трубу. Товар. Подскажите, а повар в какую цену? Повар почем? Повар? А Казань четыре? Четыре. А так пять. А ваза с колоссиями рядом? Это ваза с колоссиями. Колоссиями. Это редкая, как... Я прошу две пятьсот, да. Это Целиноград. Автор Семенов. Штофик, да? Штофик. А вот еще. Ну, это АЛФЗ. Это более чаще встречается. Хотя это... Ну, кстати, тоже не встречал такой. Это две. Это две. А с Лебедем девушка? Три. Тогда просто плохо. Делали очень качественно. Все. Был Советский Союз. Редко не встречал. Редко не встречал. Редко не встречал. Она хорошенькая. Угу. Приемлемая. Приемлемая. Приемлемая, да. Примерно, да. Но это вот редкая вещь. Угу. Эти чаще. Ну, это неплохой у женщины товар-то. Неплохой, надо сказать. Добелинчик. Наверное, с метр двадцать на восемьдесят или на девяносто. С буковкой «Б» барановка, да. Перегородчатая эмаль. Это что-то современное. Макса Уильямса. Ну, вот такая вот. Она такая отдыхательная, да. В сочах отдыхать. Весь в пальмах, весь. Ну, кто-то, может быть, из вас знает эту тематику. Я не знаю, кто это. Мне напоминает Шифутинского. Кстати, вот сервис какой-то уже старенький. Смотрите. Ю и У. Буковка У в буковке Ю. Большой чайник и маленький. Собаки тут везде лежат. Им жарко, они прячутся. Ох, тут и коты, и собаки. Вот он, получается, маленький рынок-то. Маленький. Или он куда дальше длится, не знаю. Честно говоря, вон там котик лежит. Писа. Там рыженьки ходят. А там посуду бьют оставшуюся непроданную. Ну, в общем, бедненько. Конечно, бедненько. Ну, вот там у женщин товар-то хороший. Статуэтки, да. Я, конечно, не рассчитывал ничего брать. А, вот он еще туда немножко продолжается. Ну, вот здесь вещи висят. Здесь вот тоже ремни срезанные, различные провода. Посудка прям совсем не очень. Да. Вот, наверное, вот та женщина с самой приличной товаром стоит. Первая. Остальное это так. Все, ерунда. Ну, вот, ребят, эта фигурка, конечно, роскошная. Германия. Здесь посмотрите, как работа сделана. И глазки, и лица все. Очень красиво. Блин, солнце чуть-чуть, солнышко вот так. Внутри пола. Я не видел такого клейма. Видно вам? И здесь 40-143, видите, номерочки есть. Смотрите, на спинке какие-то отверстия своеобразные. И вот здесь тоже отверстие. Тут достойная вещица. Тут уж ничего не скажешь. Тут уж, говорит, очень большой район. Говорят, знаете, еще в Ростове очень большой район. В Ростов-на-Дону, там больше, чем в Сочи. Сочи. Вот такую вазу присылала мне Маргарита Николаевна. Только в коричневом цвете две штуки. Одну я сестре подарил. Одна у меня стоит. Не, мне понравились тут ветки. Прям хорошие здесь у женщины. Очень даже хорошие. 161. А там Лена сдала, да? И ценник хороший. В Москве подороже. Я говорю, женщины, вы себя не принижайте. Не у каждого даже продавца постоянного в Москве есть такой товар. Так что она неплохо. А вот где у них считается дорогой, вот вон они там черные. Короче, закрыто. Они уже ушли в 4 часа. А сейчас 4.15. Где-то недавно я такого мальчика встречал. Знаешь, сколько времени уходит? Неля, вы мне говорите, я знаете, сколько лет с обедом? Неля, а теперь я хочу по облатам мусора в очереди там... Это эмаль. А, эмаль. На металле. Мельхиор. Какой ценой она у вас? Тысяча рублей. Тысяча рублей. С эмалями. А, ну вот еще клоузанная стоит хорошая. Кстати, смотрите, школьная форма. Прям такая старенькая. И я первый раз вижу юбка гофре. Еще и на фартуке нижняя часть тоже гофре. Темно, может быть, не видно, но вот забавно. Первый раз вижу. Ну, в общем, очень-очень скромненько. Ну, конечно, уже нужно приходить раньше, когда стоит больше людей. И тогда уже судить по наполненности данного рынка. Ну, в любом случае, есть город такой, Сочи. Есть в нем блошиный рынок. Это тоже хорошо. А день на день все всегда по-разному не приходится, как говорится. Сегодня такой товар, а завтра какой-то другой. Ну, в общем, как бы зато побывали, зато увидели своими глазами. Все, пойду, пойду домой делать, вам монтировать видео. И после на набережную, я сейчас сегодня даже ничего не ел. Прилетели мы, ну, сняли жилье, заселились, и я сразу побежал сюда, потому что закрылся бы иначе он. А завтра с утра в Абхазию, и уже бы я не успел вообще. Вот так. Ну что, ребятки, красота. Зашел в магазин, купил продукты в кое-что. Лариса уже там где-то гуляет на набережной. Посмотрите, какие цепи красивые продают. Роскошные. А сколько такой букет? Я 10. 2 тысячи. Слабенько, но пахнет. Да, цветок там прям битком. О, а эти какие красивые. Шикарно. Так, вот, кстати, смотрите, с ценами ежевика. 450 поток. Голубика 400. Инжир. Местный лоток 250. Черешня 300. Виноград 250, такой крупный, кстати. Перстики 250. Дыня 150. 150 огурчики. Но все свежайшее. Красивое такло 50, щавель 40. Кинза 40, петрушка 25, и укроп 25. Такое все вкусное. Потом нужно будет прийти сюда. Красота. Так, я бегу домой, монтировать вам видео. Вот два шага прошел, вы снова, видите. Всеми тебе не понравятся. Стоят. Подают в ведрах. Так, нам прямо. Пропускают. Какие добрые люди. Спасибо. Ой, какая красота. Я сразу Эллу вспоминаю, у нее там везде такая красота. И зимой, и летом. Ой, эллы. Наши. Элла, привет тебе, вдруг смотришь. Из Сочи. От Ивана Рыбникова. От Ивана Рыбникова. Кто же знает, где мы завтра будем. Дождик привожу в пустыню я. Солнце раздаю хорошим людям. Почему, дружок? Да потому, что я жизнь учил мне по учебникам. Просто я работаю. Просто я работаю волшебникам. Волшебникам. Ты идешь, идешь по январю. Холодно следы, как многоточье. Хочешь, я с тобой заговорю. Руку дам и станет путь короче. Почему, дружок? Да потому, что я жизнь учил не по учебникам. Просто я работаю. Просто я работаю волшебникам. Волшебникам.